Когда-то Бенджамин Франклин сказал, что в жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. И хотя налоги чаще всего вызывают возмущение, нежели одобрение общества, без них ни одно государство не смогло бы существовать. Налоговая система менялась и модернизировалась на протяжении всей истории человечества. В Беларуси за 2014 год никаких кардинальных изменений в системе налогообложения не произошло. Однако в других государствах существуют налоги, которые, если не вызовут безудержный смех, то наверняка заставят широко улыбнуться. Вот, например, на Балиарских островах существует налог на солнце. Еще в начале 2000-х с туристов, прибывших на популярные курорты Ибицы, Майорки и других островов, начали брать по одному евро за каждый день, проведенный на отдыхе. С учетом того, что ежегодно Балиарские острова посещают около 10 миллионов туристов, сумма получается внушительная. А вот в Венеции 21 год назад ввели противоположный предыдущему налог на тень. Необычным сбором обложили почти всех владельцев магазинов, ресторанов и кафе, тень от заведений которых падала на муниципальную землю. Притом платить в казну бизнесменам приходится и в пасмурную погоду. Если вы любите татуировки, то жизнь в американском штате Арканзас вам может обойтись дорого. Налог на пирсинг и тату уже успел попасть в рейтинг самых необычных налогов США по версии журнала Time. Его ввели в 2005 году. Теперь каждая нанесенная на тело татуировка и каждый прокол требует дополнительной уплаты налога в размере 6% от их стоимости. Одни говорят, что это было сделано для того, чтобы снизить риск заразиться такими опасными заболеваниями, как ВИЧ, гепатит или туберкулез. Другие, что таким образом американский штат решил заработать. Ведь по статистике татуировку можно увидеть у каждого третьего американца в возрасте от 25 до 34 лет. Бельгия может похвастаться самым неординарным налогом, который признан бороться с глобальным потеплением. В 2007 в этой европейской стране заработал налог на барбекю. Его важность подтвердили и экологи. Ведь в процессе приготовления еды на гриле в атмосферу выбрасывается в среднем от 50 до 100 граммов углекислого газа, который в свою очередь является причиной климатических изменений. Потому, если хочешь воспользоваться грилем, будь добр заплатить 20 евро. Самое интересное, что за уклонистами пристально наблюдают с воздуха. Территорию патрулируют вертолеты, оснащенные термическими камерами и способные обнаружить источники тепла. И, наконец, кто же мог подумать, что в Австрии, одном из самых популярных направлений для горнолыжного отдыха, может существовать налог на гипс. Но, если подумать, его целесообразность становится вполне оправданной. Ведь около 150 тысяч горнолыжников во время катания получают травмы и оказываются в местных больницах. Подсчитав общую сумму лечения, австрийские власти решили брать со спортсменов дополнительный налог, деньги с которого впоследствии направляются в те же больницы на лечение переломов и прочих травм. Так что в нашем топе налог на гипс заслуживает звание «Самый честный налог». Продолжение следует...